Ну а теперь, собственно, ребята, новая серия после ужасных событий трагических с нашей женщиной, выживающей во втором сезоне Золандарка на незаменом госте, которая постигла участь ужасная. Ее просто отлямзили стаи волков, она не смогла отбиться, хотя билась как волчица, дралась за свою жизнь, но, к сожалению, не получилось. Новый заход. Это все тоже второй сезон выживания, потому что то, что было в этих трех сериях, маленьких, двух с половиной, это не считается. Это баловство, я разогревался, вспоминал, так сказать, нюансы. Вот одни из нюансов всплыли очень даже интересным образом. Всех приветствую. Значит, буду короток, все, наверное, добавлю в описание, в плане сценария, что-то, может, придумаем, чтобы не делать. Принцип тот же. Выживание на конкретном незваном госте. Сценарные какие-то сюжетные вещи, додумаем потом. Минимальные планы, наверное, такие же, как в прошлый раз, выжить месяц. То есть, 30 дней на полноценном незваном госте. Без огнестрела, вот как есть, так, собственно, и выживаем. Постараемся это сделать. А там уже программу максимум, по ходу дела будем, как говорится, додумывать. Напоминаю про вашу активность по традиции. То есть, про лайки, про комментарии, про подписки, про колокольчики. Это все чертовски важно. Поехали играть. Выживание. Так. Новая игра. Незваный гость. Без кастомизации. Да. В этот раз, наверное, опять будет. Или опять история с женщиной. Слушайте, женщина, видимо, слишком лакомый кусочек. Да, то есть, волки прям чуют эту слабость. Давайте, наверное, возьмем туда мужчину. Мужчина, да, без доп-бонусов. Хотя вот, я особо не бегал. Давайте так небольшую поплашку себе сделаю. Я себе все-таки поставлю бегущего человека, чтобы терять меньше калорий во время бега. Потому что иногда это меня спасает, как бы. Но я, честно, этим особо не пользовался. Прям я супер не бегал, но пусть будет. Так, дальше. Название, собственно, нашего захода. Мне кажется, хватит этих американских-канадских выживаний. Нам нужен сильный парень, как говорится, да, из Руси. Я бы, честно говоря, законить Михаила повыживал. Михаил. Кто он? Как он сюда попал? Непонятно. Михаил Петрович. Жесткий мужчина. Лет 47. Прошедший, так сказать, тяготы жизни. Его тело, как говорится, уже немножечко подседает под возрастом. Все-таки 47 лет. Михаил Петрович 47 лет. 47 просто L. Но, но, оно у него тело опытное. Мышцы есть, выносливость есть. Уровень, так сказать, выживания повышенный. Поэтому Михаил Петрович врывается в канадскую пустошь. Погнали. Ну, сейчас самая главная рубрика, где же мы стартанем. Добыча пищи и воды, борьба за жизнь в мире, а где никто о тебе не заботится. В теле человека зависит еще только от себя. Я легенда. Волчья гора. Да здравствуй, жопа. Хрен, я все хотел попытаться здесь постартовать, как-то поиграть, но я, правда, локации не знаю. Бери открывающийся карту себе на второй экран, чтобы понимать, где мы. Блин, сейчас наверное так и сделаю, слушайте. Потому что я не выживу на этой локации. Блин, Волчья гора, это же север. Это же сейчас сразу, опять же, через Блэк Рок у нас выходы будут. Я просто не выживу сейчас без понимания, куда вообще идти. Тут есть ли в локации хоть что-то закрытое и теплое? Есть вода, вот есть еда у озера, да? Так. Ну, я никогда не был просто на Волчьей горе, вот вообще никогда. Температура падает сверх стремительно. Снизу еще и медведь ходит, благо, что снизу. А у нас здесь канатный спуск. Но есть подозрение, что наверху как бы немножко безопаснее будет, чем идти вниз. Просто реально вопрос, а куда мне сейчас бежать, чтобы выжить? Окей, хавку я себе найду сейчас, какое-то количество. Ну, давайте, я сейчас, я не знаю, это Михаил Петрович, это, предположим, предисловие. Сон. Если мы погибнем, то мы перестартуем. Просто Волчья гора, это действительно лучший старт для меня. Локация вообще неизвестная. Но воды много здесь, воды стоящей много и много еды от этого. Правда, мне бы чуть-чуть понимания, насколько далеко здесь зона сохранения. Она должна быть, по идее, на всех локациях есть минимум один полностью. Это свой работоспособный дом. Если бы его не было, ну, старт был бы невозможен. Что ты стартуешь без спичек, да, без нихера. Я это не дом. Да, да, да. Так, это разрушенный самолет, это у нас, собственно говоря, бегающие кролики. Прекрасное место, вроде как. Но если сюда приходишь уже с ломиком, а я без ломика. Я сейчас его не вскрою. Там вроде есть какие-то корпусные, у него там ящики. Сука, как же я мерзла. У нас есть, кстати, объект, который могу отолкнуться по карте, куда идти. Двигатель мы нашли. Так, а этот движок, кстати, без ячеек. Тут нечего осматривать. Блин, вот куда сейчас пальнуть своим взглядом, чтобы понять, что от меня хочет этот мир. Здесь как-то тоже конец у нас. Тот же спуск у нас вниз. Это избушка впереди или что это? Здесь трос должен быть для спуска. А-а-а. Так, просто здесь не слезть. Или слезть, если постараться. Мне кажется, можно сделать это дело. Было бы желание, как говорится. Хаванул текстуру чуть-чуть. Тут справа был медведь, если что. Прям метель такая. Я не знаю, как это даже описать. Но вы сами видите. Вот это когда ветер уже просто задувает на слойке залезеневшего снега, который уже прям такой застывший. Прям как будто стекло летит по щекам тебе. Очень больно. И очень холодно. И очень волки. И спуски еще ниже. Ну, у нас нету перегруза, поэтому. Что это? Пещера? Нет. Так, копим сейчас силы для спуска вниз. Блин, по-моему, это как бы действительно предисловие. Просто Михаил Петрович спал перед походом. Ага, у нас уже пошел риск обморожения. Ну, это все. Здесь надо прям четко понимать, куда ты идешь на этой локации. Она похож на гребанный ад. Твою мать. Вообще никаких помещений я не вижу вокруг. Вот, ноль. Так же не должно быть, правильно? Теперь Михаил Петрович. Михаил Петрович. Еще вариант для старта выбрали. Забавный, я бы сказал. Что у нас там по статистике? Много осталось. Кстати, время еще есть. Михаил Петрович прям терпит. Просто по открытым морознякам, как бы, нас так заливает вот этим ветром. Вообще в порядке. Еще время есть? Пару минут точно. Твою мать, тут ущелье гигантское. Ни одного помещения не вижу. Слушайте, а вдруг мы здесь нету. Есть только вот этот упавший самолет, который можно разбирать там ломиком. И на этом все. Ну, как будто это какая-то чушь. Тогда странно, зачем эта локация остыть как стартовая. Как на ней выжить. То есть, единственное, что разработчик предполагает, что ты просто с нее сбежишь, с этой локации. Есть! Наныл. Называется Наныл. Не знаю, будут ли там спички, но... Давайте пытаемся пособирать что-то. Так, домики. Ледоруба и большой дом. Пока терпим? Прям, я не знаю, прям уверенно терпим, я бы сказал. Уверенно. Кристальное озеро. Здравствуйте. Никаких вообще там даже признаков того, что я умираю, нету. Шапочка. Тканечка. Записочки. Какая-то карта, то ли тайник я получил. Еще тканечка. Да, блин, дайте спички. Я буду счастлив. Так. Ничего, верно? Книжка. Огнестрельное оружие. Дороже габбокатит. Олени ходят спокойно во время, собственно, атаки волков. Не сбей меня. О, второе обморожение пошло. Великолепно. Сейчас узнаем, теплый ли домик этот прекрасный. Есть ли там спички? Что немаловажно. Там прям кирпичный. Жилище альпиниста. Так. Да, здесь температура плюсовая. Слушайте, если сейчас я это реально переживу, это будет просто подвигом. Подвигом Геракла. Так, во-первых. Шапку. 0,5, как бы температура налетела. Тайник под землю. Я wonder, кто owns this stuff. Баллончик с краской, газировка. Блин, это просто, это великолепно. Много, много, собственно, дров. Спичек я не вижу. Камин есть. Кровать есть. Даже две кровати есть. И это все, да? Баллон... А, вот они. Вот они. Все, 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 все. Видимо, это единственное... Вот он. Это и есть единственное верное. Старт этой локации. Прийти вот в это место. Так, по времени... Подожди, я ночью стартовал. Это же вообще безумие. Типа, я стартовал на заходе солнца на закате. Охренеть. Интересное начало. Памятки по выживанию. По этим карантам найден труп с компьютером. Вряд ли местный. Печально. Еще какая-то памятка мы нашли. Совет, ущелье, труп. Еще за локацией хотя бы Волчья гора? А, второе место. Система пещер. Ну, вроде бы локация Волчья гора. То есть, я знаю, теперь два перехода на этой локации. Пещера в ущелье, а это прям переход у нас. Памятка совета. Так, ладно. Аптечка. Ящик пустой. Ну, дом даже без отопления. В холодную погоду плюсовые. Это действительно сильное место. Нам, как бы, накидывать на себя нечего. Я что-то прям очень бедно стартовал. Видимо, компенсация за термобильон. Потому что я получил термоштаны. Все остальное у меня реально пустой. Носки одни. Какие-то сратые кроссовки. Так, мне даже воду небо в чем... Нет, дали мне одну баночку. Воду есть в чем делать. Даже можно вот так, наверное, сейчас сделать. Восстановить себе водный баланс. Пособирать бы сейчас Тимофеевку. Блин, а вот что сейчас сделать? Что у нас там по обморожению? Вроде бы сходит, да? Блин, тайник прям скудный. Я думал, сейчас тайник будет очень сильным. Но я предлагаю сейчас небольшую паузу. Дайте все-таки открыть карту. Я вам скажу честно, это будет очень сратое выживание. Если я просто не пальну карту. Чтобы разобраться, что вокруг нас происходит. Потому что я никогда не был здесь. Я думаю, это в принципе нормально. То, что я заслужил, как бы Михаил Петрович заслужил посмотреть карту. В своей голове воображаемой. Просто потому, что он смог дойти до места альпиниста. Не знаю, что это и где это. Согласитесь. Так, слушайте. Ну, Михаил Петрович, собственно говоря, вспомнил некоторые вещи. Посмотрев на воображаемую карту. И это просто шок. Потому что локация для нас сейчас просто непригодна. И шок номер два. Оказывается, мы пришли довольно круто. Позади нас сейчас. И смотреть на воду. По левую сторону, если идти, можно выйти в пещеру. Которая выводит нас в долину Отрадную. В нашу любимую, где куча ресурсов. Просто здесь действительно есть много жирных мест. На вершине горы лежит главный фюзеляж самолета. Да, я это так вспоминаю по воображению. Но там вроде как ни открытие, ни как без ломика и без ресурсов. То есть, как бы идти туда сейчас будет опрометчиво. Я бы для начала сейчас постарался здесь выжить. Добраться до долины. Там опять снарядиться. И вернуться сюда. В поисках, собственно говоря, максимальной добычи. Которая здесь на этой локации есть. Потому что локация интересная. Тут не поспоришь. Просто стартовать с нее как бы. Тут, как это объяснить. Лут, он разбросан по разным зонам. Которые друг от друга отдаляются максимально далеко. То есть, надо выбирать направление. Идти до него до конца. При этом, как бы там зон спасения нету больше. То я из того, что видел. Есть пещеры. Но они все помечены волками и медведями. Как бы у нас только эта база и есть на всю локацию. То есть, я должен быть готов уже там. С едой, с водой, со спичками, с розжигом. Со всей остальной хероборой. То есть, я бы сейчас, конечно, дособирал. Наверное, может быть здесь. Тимофеевку на озере. Да, и просто рванул реально на выход на долину. Мы уже видели ее тысячу раз, как бы. Но долина это база, понимаете. То есть, с нее реально просто стартовать. Собираешь там в нужной точке, что тебе нужно. И дальше уже думаешь, как тебе поступать. Может быть дальше. Мы насобираемся столько сильно, что пойдем после этого на гору. А с горы на Блэк Рок опять. Но это мысли... Пока мы еще даже не выжили. Так что идея, как говорится, такая. Пытаемся сейчас просто выжить. Так. Я благо, кстати, заметил под кроватью. Да. У нас великолепная лыжная куртка. Вот теперь это место становится более сильным. Тотемным, я бы даже сказал. У нас есть верный набор. Как бы это все дело можно починить. Риск мы вылечили переохлаждение. Сейчас у нас единственное пределение на том, что ночь прям наступила в пике. Вот прям сейчас будет ночь-ночь. Да? Да, прям ночь наступает. Могу ли я попытаться это дело починить? Наверное, да. Ага. Не получилось. У нас кончились материалы для починки. Так, ну мы вылечили переохлаждение какое-то там, да? Вот вроде бы туда, если идти, вот туда, вот как раз таки вот это дерево, можно добраться до выхода. Я, конечно, не уверен, но... В этом ходят легенды. Так, вижу еще еду, вижу, вижу, вижу. Я слышу великолепных волков, которые нас манят. Это же Волчья гора, правильно? Мне нравится, кстати, как здесь ходят олени, спокойно вообще. По кромке этого озера, видимо, чувствуя дистанцию, что как бы волки спрят в атаку, а не успеют. Стой там, брат. То есть, как бы, я бы не хотел, чтобы сюда шел. Потом от тебя убегать, идя с локации, не хотелось бы. А пособирать еду тоже хочется, понимаешь? Засранец ты маленький. В принципе, этого на старт должно хватить, наверное. Такие кусты прям мощные. А, вот, я хотел пожаловаться, что... Кусты мощные, а они пустые. Ну, не-не-не. Ляха, муха, сорвал. Волнуюсь. Волнуюсь, либо холодно, Михаил Петрович. Пальчики немножко обубили. Так, ну так можно копаться бесконечности, мне кажется. Рискую ни за что. Поехали обратно. Нет прям такой нужды настолько сейчас затариваться ресурсами. Если там действительно у нас переход в долину отрадную, то... Задача просто дождаться утра и выйти. Все. Вот, задач других пока что нет. Там, на долине, я думаю, я разберусь в любом случае. Там уже просто не осталось мест, где я не могу разобраться. Единственное, я не понимаю, откуда мы должны вообще выйти. С какой стороны? Вот, кстати, вопрос. Возможно, я, блин, не разберусь все-таки. Прям резко. Но надо выйти с какой-то стороны, которую я как бы не знаю. Потому что я раньше не переходил напрямую сюда, на Волчьи горы. То есть есть прямой переход с какой-то, сука, видимо, пещеры. Ладно, давайте не будем о плохом. Так, вес, морожение, еда, вода у нас все есть. Тогда просто ложимся, наверное, спать. Давай, наверное, часа... До часов пять, наверное, плотного сна. Хорошего плотного сна для Михаила Петровича. Отогревая наши пальчики. Так, мы полностью выспались. Я предлагаю прямо сейчас идти, независимо от, собственно говоря, времени дня. Да, поехали, наверное. Тут тайников больше никаких нет у нас в этом месте. Мало ли. Но если я не обосрался в топографии, а я, бывает, это делаю, нам вот туда. На левую часть. Ориентируемся по горе. Ну, то есть если я упрусь левым плечом в гору, надо идти просто до Талова в поворот. Что-то там будет. Температура адски холодная. Видимость средняя. Кусок еще фюзеляжа валяется, но они, по-моему, они вообще ненасколько не осматриваемые. Вот эти вот куски. Тут три кролика бегают. Нас интересуют только те, где есть ячейки с ресурсами. Это вроде бы... Опять двигатель. Да? Или что, это лист обшивки лежит? Видимо, обшивка лежит. Да. Так, ну пока что я переходов не вижу. Прекиньте, карта устарела в моей голове. И перехода не существует. Вот это весело будет. Это пещера или что? Нихера. Блин, а уже холодно. Уже... Половина слетела температуры. Я не мог ждать, как бы, дальше. Да и, честно говоря, с этого я бы силы не получил. Что мне видимость локации не даст ничего. Я локацию не знаю. Мне кажется, и рульс обратно будет просто. Под фюзеляжа просто пойдем. Типа, к домику я могу вернуться в любую секунду. Ага. Опа. Это вот уже поинтереснее. Это шасси лежит. Оно вместо локации, шасси. Да, блин, хоть что-нибудь ложили возле них. Знаете, хоть что-нибудь. О, какой-то проход у нас, кстати, в горы есть. Я же не по нему пришел, правильно? Ну, что-то оно и есть. Проход в горы. Здрасте. Да, прям похож на такой. На классику, я бы сказал. Классику лонгдарка. Проход прямиком в какую-то пещеру. Прям похож. Так что, видимо, я не потерялся. Видимо. Да, 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 да. Риск переохнаждения. То есть, что она не обосраться, в том плане, что возможны боковые пещеры. А, место знакомое. Михаил Петрович что-то вспоминает сейчас в своих мыслях. Я был здесь. Да, 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 да. Блин, там сейчас будет темная пещерка. А у нас... Пакела как бы нету. Я могу костер разжечь. Наверное, палочки пособираю. Спички-то мы взяли. Это что? Ну, просто камень лежит. Ты? Похож на огромную шкуру медведя. Чисто визуально. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. У нас ждут великие пещеры. О! И куда ж мы вышли? Великолепно. Тут даже без пещеры просто прямо переход. Теперь, внимание, вопрос только, где мы сейчас вышли. Сейчас быстренько бы схапануться. Взглядом. Потому что, сука, холодно. Ух ты ж! Система-то накопительная сработала. Слушайте, надо отогреваться. Давай-ка, наверное... Мы это дело вот так вот сейчас... Постараемся разогнать. У меня налетела уже половина именно обморозки жесткой конечности. Сейчас, наверное, сейчас из-за одной водички потопим в этом. Блядь! Ты серьезный? Реально, я тоже психую, брат. Я тоже психую. Давай. У нас целая пачка спичек, поэтому... Хотя бы раз даже зажечь точно. Давай-ка, давай-ка. Умница. Умница! Так, еловая отсюда. Бах, сразу полтора часа температура пошла вверх. Готовка, вода. Готовка, вода, есть. 0,5 полетела. 20 минут времени. Температура не пробивает меня по теплу почему-то. Минус 7, минус 8. Я там нормально добавил. Ну давайте, палки мне в принципе не жалко. Я мог найти их всегда. Дрова, наверное, пока повременю с ними, пусть будут. О, все. Сразу вылечил первый риск переохождения, второй у нас очень сильный, сука. Я до сих пор не в плюсе по температуре. Обалдеть. Давай еще раз гоним. Ого, еле-еле пошли в плюс по температуре. Так, отогреваемся. Забираем это еще. Еще делаем воду себе. А что у нас, кстати, по времени мы стартовали когда? А, у нас мы же стартовали ночью. Да, у нас сейчас ночь заходит. Сейчас нормально все будет. Так, пить захотели. Как раз для этого, собственно говоря, и топили. Великолепно. У нас еще 2 часа костра есть, поэтому можно пока воды понаделать себе. Но нам готовить нечего, верно? Верно. Я сразу топлю, пью, чтоб максималка была. Так, водичка. Готовить. Плавить. По температуре я вроде бы все сделал. Планетогревание, смотрим. Блин, ну сильно хопанулись. Мы сильно прям. Так, быстро не отогреешься. Вот где мы сейчас находимся, в принципе, это, конечно, вопрос прям такой интересный. Но час времени еще. Наверное, давайте тогда греться до талого, слушайте. Так, да, греемся просто до талого. Не надо ехать. Да, пахавать у нас вроде бы было. О, день наступил. Прям так резко. Что, давай водички сделаем. Пусть будет так. Все, великолепно. Поехали. Так, я ничего не забыл, здесь баночки забрал. Факела не брал, да и хер с ними. Температура все равно холодная, хотя на вид как бы погода стоячая и прекрасная. Так, наши риски перехлаждения немножко подупали, но они все равно довольно болезненные. Нужно будем ускоряться. При этом собирать палочки, потому что в любую секунду может быть что? Приколдес в виде бури. И сильное обморожение. Так, у нас здесь, видимо, спуск по горе. А тут, скорее всего, здесь я никогда не был. То есть я это место знаю. Видимо, по сюжету. Эта пещера у меня вот этот переход был знаком. Либо я путаю его с чем-то другим. Ну, чтобы я вот так поднимался прям для перехода в Волчью гору, то нет. А-а-а, подожди, мы сейчас находимся чуть выше самолета. Вот там справа самолет находится. Тут есть подъем к нему. Опа, кедровые дрова лежат. Как их забрать? Так, пока не выкупаю. Место знакомое очень. Если это то самое место, что я сейчас сверху от самолета, то я шокирован, что у нас здесь есть подъем тросовый. Здравствуйте. Может, поэтому он и знакомый, слушайте. Тут прям котелок нам дали. Дрова плотные. И еще дрова плотные. Я пока собираю. Вдруг пригодится. У нас спички есть, так что нам такие вещи нужны. Так, а это туалет у нас. Блин, очень знаковое место. Как будто вот там справа прям домик находится. Я не знаю, почему. Нужны какие-то более сильные воспоминания об этом месте. Более сильные. Пока не пойму. Пальцы немеря. Но если мы вышли со стороны действительно самолета, то это будет... Я бы сказал, что очень круто. Там у нас и подвал. И самолет. Но пока это чисто предположение. Слышу труп. Кто-то умер. И волков. Кстати, волки были возле самолета всегда. Прям всегда. Машины прям стоят. Поворот. Да, вот туда, по-моему, направо у нас самолет продолжается. Да-да-да. Слушайте. Так, тут прям связка такая интересная. Прям хорошо, я бы сказал. Прям очень даже. Так, подожди. Сейчас главное не отмирать. Сейчас главное, падла, не отмиреть. Еще спички нашли в трупе. Это вообще просто шик. Так, сука, отмираем из-за того, что у нас нету вещей. Переход был такой противный. Вообще, как бы, ну, именно по связке старт просто великолепный. Блядь, великолепный старт. Что там по обморожениям? Блядь. Сейчас будет жечь, наверное, еще один костер. Ну, блин, у нас просто нет времени, как бы, это все дело отморожать. Уборожать. Мне бы сейчас добраться до подвала или там до самолета, да, то есть там в пещере хотя бы уже разжечь. Там хотя бы есть кровать. Блядь, все пусто. Багажник тоже закрыт. Труп. Обезболивающее. Да, вон разрушенная хата. Да, 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 да. Нам сейчас вот туда, к самолету. Вон, выжженная зона, все правильно. У нас вот там будет подвал с отоплением. Блядь, побежали. Что у нас там? Ой, сука. Подвал с отоплением, мой любимый. Я не хочу терять руку опять. У меня, походу, мужские персонажи для баланса теряют руку вначале. Всегда. Но почему нет? Можем потерять? Давайте потеряем. Вообще зона просто. Ну вот, вот. Понимаете? Я даже не знал о том, что здесь такая связка. Вот он, куда подъем у нас уходит. Мы точно вернемся на Волчью гору. Точно. То есть сейчас сделаем здесь все дела, которые хотим сделать на долине. И план именно Волчью гору. Если найдем там ломик, найдем красные фаеры, будет вообще просто великолепно. Так, нас интересует сейчас спуск вниз. По-моему, это вот того домика, а не у этого. Ну, я про подвал имею ввиду. Да, это не здесь. Блядь, там Волк. Вот у какого из этих домов? У правого или у левого? Спуск в подвал. Гребенский-то раздрался. Час, сука, надо ускоряться. По-моему, у правого. У правого, да. Привет, Волк. Там, а я ж ты, зайчик. Я заметил, да? Правда? Посмотри мне в глаза. Мне 47 лет. Я мужик. Меня Михаил зовут. Что тебе от меня, падла ты, серая, надо? Пока. Фух. Так, температура плюсовая. Великолепно. Похавать. Есть что. Ручка, живи. Блядь, уже просто была. Вот она уже. На том свете была рука моя. Фасолька. Еще много чего для розжига. Сейчас быстро бы проскочить, да? К этому. К фюзеляжику. Пособирать вещи. Или сначала в пещеру, потом пособирать вещи. По времени у нас время есть прям. Даже я могу час сейчас, наверное, потратить на отогрев. Форелька свежая. Газировочка. Ты посмотри, а. Как будто меня игра поощряет за хардкорный старт с Волчьей горы. Потому что в этих местах раньше нихера не было. Прям и то, и это. Так, по вещам смотрим. Свитер. Это вообще благодать. Свитер. Он уже как бы сейчас 0.5 дает. С влагозащитой на 47%. Не свитер, а просто песня. Так, смотрим теперь детально. Да, потому что мало ли, что здесь может быть. Но вроде бы здесь ничего такого и нет. Сейчас пули вылетаем. Ну, блин, я не успею, наверное. Я не успею, скорее всего. Надо вот это вот, это дело немножко как-то отогреть. Вопрос только в том, как. Тут нет занавесок, да? Сейчас хотя бы потратил бы время на починку своих курток и всего остального. У нас нет сейчас с собой нихера, поэтому... И разломать особо нечего. Угу. Одна ткань у нас есть. Ну, чтобы время не терять, просто так, а с пользой. Свитер требует как раз-таки час ремонта и одну ткань. Великолепно, ремонтируемся. Отогреваемся сейчас за час времени. Еще и успешно отремонтировали. 0,9 градусов. Великолепно. Так, по руке смотрим. Блядь, она вообще, типа, укутаете пораженный. Сейчас так найдите теплое место, пока обморожение не усилилось. Ваша кожа, она очень медленно будет спускаться, эта рука. Мне надо чем-то руку замотать. Надо было сейчас, наверное, делать себе обмотку для руки, да? Как же я сейчас и обосрался-то. Да, подожди, а где они у нас здесь были? Кустарные альпинистские кошки. Так, подожди, а где у нас были обмотки эти? Твою-то мать, я про них забыл. Повязки. Где они находятся? Я вижу, это шапка. Стоп, а где они находятся? Самодельный топор, мешок. Где же шкура лосиная? Где они находятся? Или их убрали? Ну, эти обмотки, короче, перчаток на руки. Вот что от нас требовалось сейчас. Руки у нас отмерзают. Блядь, но, видимо, теряем руку. Еще могу поделать. Я сейчас не успею, наверное, и тут костер особо не разожжешь. Мне сейчас надо идти же до пещеры. Там отогреваться. Прям бежать. Здесь костер делать нельзя. Побежали еще делать. Просто так здесь сидеть, как будто у сирачки, оно не спадет. У меня рука не замотана. Рука сама мерзнет. Понимаете, в чем проблема? Понял. Здесь не то, что холодно, здесь просто ад. Я не чувствую мои ноги. Сейчас думаю просто план, план думаю. Идти, наверное, сразу, может, в пещере отогреться, попытаться спасти руку. Вдруг успею. А уже потом все проверять. Все шмотки. Идти домой. Давай, 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 давай. Так, закрыть ту зону. Поехали. Показалось, что медведь у нас находится. Я же обосрался чуть-чуть. Не хочу с ними здесь лежать. Не хочу. Давай, 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 давай. Блин, где наши силы? Михаил Петрович. Михаил Петрович, где наши силы? У нас там 40 бревен, блядь, в тайнике, в нашем рюкзаке. Нужно зажечь такое пламя. Не-не-не-не, подожди. Еда, это, конечно, хорошо. Подожди, вот-вот-вот сюда. Вот сюда. Вот в это прекрасное, великолепное место. Где есть фотоснимок, открывающий нам место в долине. И где мы сейчас вот здесь разводим великолепный, шикарный костер. С первого раза. Вот спичками, трясущимися руками. Блядь. Плямкаем, ну конечно. Но без плямка не как бы теряется шарм, понимаете. Это нормально, так и должно быть. И прям добавляем прям еловые, кедровые прям палочки такие мощные. Ой, хорошо. На краполях было, конечно, на краполях. Так, ну в пещере так тепло вроде бы стало. Теперь можно здесь ходить. А, нет, нельзя. Далеко нельзя ходить. Кузак пустой. Так, по еде у нас там что готовить? Банка с фасолью. Давай съедим ее. Баночку с фасолью. Ну, одну вещь мы вылечили. Сейчас же получим из себя отопление, я так понимаю. Да, плюс прибавку к теплу. Что там у нас по нашему обогреву? Нихера, пока я не замотаю, не закрою. Видимо, это трындец, да? То есть надо, надо закрывать чем-то. Время нам позволяет, в принципе, часик даже вздремнуть. Часик, не больше. Надо было есть после этого дела, чтобы потом вставать и на отопление идти туда искать всякие вещи. Ну, подняли чуть-чуть. Сейчас надо как-то экстренно прям бежать. Брать часовой факел. Очень, кстати, хороший факел, целый. Да, поехали. Сейчас надо просто найти варежки. Среди той груды вещей, которая там есть, просто найти варежки. И прикрыть ручку. Все. Задача, в принципе, тривиальная, мне кажется. Но она не сложная. Прямо с первой. Варежка. Реально пустой. Охренеть. Кстати, я температура стала неплохой. Прямо тепленькая, я бы сказал. Давай, 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 давай. Свитер. Великолепно. Мне варежка. Так, пошли обратно. В одну сторону. Теряю калории, теряю силы, да. Нету нихера. Где мои сука варежки? Так, факел, ладно, хер бы с ним. Ускоряемся. Блин, в боках, что не то, что не густо. Прям херово, я бы сказал. Тут женщина аж придавила. Набор еда. Великолепно. Спасибо за то, что вас придавило таким образом. Вы, конечно, погибли, как бы, но мне продлили жизнь. Мужик вообще замерз страшной смертью. Кепка. Блять, кепка. В Канаду они летели с кепкой. Здравствуйте, мэм. Великолепно. Ага, вот, собственно, и обратный сторонт того лука хорошего, который был поначалу. Вот на компенсация пошла. Так, что-то можем из этого сразу. Конечно. Грузовой отсек, нифера. Что-то у нас по обморожению. Скоро начнется веселье. Давай, давай. В смысле, заходи. Так. Пять, верим в лучшее. Хотя пока что ситуация нам жопой стоит. Классика жанра. Вообще нагнетающая музыка такая. Та-та-та-та. Та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та. Та-та-та-та. Грустные треки. Это наше. Все. Что у нас здесь? Классно. Вообще ничего. Великолепно. Великолепно. Шматанчик, если один здесь. Великолепно номер два. Великолепно. Ну, вроде как, все полутали здесь. Это, наверное, самый грустный заход на самолет, который был вообще когда-либо с моей стороны. Потому что мы не нашли ни хера. Поэтому у нас ноль сил, как бы. Я был сюда по следам. Мы не нашли варежек. Мы не чувствуем руки. Ну, пиздец, что? Видимо, история нашей руки подошла к концу. Блин, ну сейчас добраться до... Да что так? Я не могу выйти здесь. Добраться до самой усадьбы будет несложно. Сохранить руку будет сложно. Я могу, наверное, еще часик поспать. Сейчас отогреться возле костра. Тут бревна позволяют. Что я буду сейчас экономить эти бревна? Так, этого, по-моему, не хватит. Это нужно четыре куста. Или нет? Чтобы сейчас шею тебе сделать. Для отогревания. Не помню этого дела. Ладно. Так, разломать? Нет, еще раз разжечь. Выжимаем просто все соки. Ну, у нас там уже, мне кажется, просто крапаль остался до разламывания руки. Причем, кстати, мы теряем руку в том же месте, где и в прошлый раз. Прикиньте. Какая ирония судьбы. Или с легким паром. Ну, или с легким морозом. Или с сильным морозом. Окей. Так, что у нас там? Ну, хотя нет, слушайте, мы держались неплохо, но уже, как бы, по вещам стало чуть получше. Кепочка. Ну, как бы, 0,1 градуса, как бы, тоже 0,1. Здесь 0,9, 0,9, 0,2 разломанное. Вот это получше будет, да, в плане тепла сейчас. Так, отогрев пошел. Еда, вода. Спать хотим мы здесь. Лады приготовить можем. Вылечили мы, собственно, и переохлаждение себя. Ячейка для готовки. Приготовить. Да. Так, забрал с собой. Час, час поспать. Сейчас зальюсь водичкой, едой. Ну, разогрею ее и пойду, наверное, скорее всего. Просто большим гигантским рашем до усадьбы. Так, 20 минут у меня у нас есть еще. Поднять. Готовить. Чай. Разогрел. Выпил. Получил себе килокалорий. Получил себе воду. Забрал факелочек довольно плотный. И двинул. Что-то у нас, кстати, с рукой. Половинку сохранили мы. Слушайте, ну прям на лимитах. Ну, как мы держимся-то, а? Уверенно. Прям уверенный держак. Тут сейчас, по идее, никакого страха быть не должно. Ну, внезапная атака волков, но это всегда есть. Верно? Выходим мы сейчас к полуразрушке. Там по ресурсам не шибко жирно. Немножко Тимофеевки. В принципе, берем правее и выходим сразу к самой усадьбе. А там уже, там уже по накатанной. Наверное, потом сначала поднимемся, посмотрим телевышку. Осмотрим разрушенную усадьбу справа. Просто если я пойду в сторону уже Томпсона, я, скорее всего, пойду обратно тогда на Волчью Гору. С другой стороны, идти на Волчью Гору без ломика я бы не хотел. На локацию я эту хочу покорить. Я про Волчью Гору не уведу. Хочется ее покорить, эту Волчью Гору. У нас вот здесь сейчас будет классический Волк, мне кажется, который травоядный. Который будет сейчас закрывать своей тушью. Мое желание собрать здесь всю Тимофеевку. Тут есть такой парень. Мигель зовут. Мигель Дель Траво. У нас, кстати, сил-то не так много сейчас. Но должно, по идее, хватить. Это Мигель по льду пойдет или нет? Так, здесь нифига, нифига. Мне пару раз говорили о том, что вот здесь, возможно, какой-то спуск есть в подземку в эти. Ну, как его? В подвал? Но нет, здесь нет хера подвала. У этого дома. Не знаю, о чем бы. Здесь нет фундамента этого. Так. Ну, пока погода позволяет. У нас погода сейчас, в принципе, реально позволяет. И время тоже позволяет, поэтому... Собираем все шиповник. Силы не позволяют, но... Чихать на них. Будем терпеть. Кстати, у нас все розжиги костра, которые были сейчас, это все были за счет Тимофеевки и ее стеблей. Этих вот. Точнее, стеблей. Самого этого полупушистого плода, который легко разгорается. Так. Привет. Потому что сам же труп тоже занимает время. Создание труда, в смысле. Вот. Сейчас я доволен. В прошлый раз мне Мигеле не дал собрать здесь всю Тимофеевку. Тут ее прям, смотрите, как много. Пучок, вот реально, метр на метр квадрат. А, сука, здесь Тимофеевке можно хапануть. Великое место Тимофеевке. Еще есть. Что, это березовая кора? Это я... Ой, хватает две на чай. Я еще и себе жизнь не отхиляю. Пара-па-па-па-па-пу. Так, ну все, все, все. Это уже пошла жадность. Верно? Что-то добираем и поехали. Вот нам направо с колонной этой штуки. Он там, по-моему, направо попасть сразу нельзя. Сейчас придется обходить налево и подниматься каким-то образом странным. Или можно, я не помню. Сейчас глянем. Конечно, не лучшее время для экспериментов. Так. Форелька в лицо. О, пропал риск растяжения. Кстати, ну рука, по-моему, сейчас у нас греется, да? У нас не это, не лопатится рука от холода. Ну еще бы мы в ней держим факел. Еще бы она, сука, мерзла у меня. Да, вот он мост направо. Отлично. Ну я бы сказал, это героическое пока что начало. Не буду, конечно, его сглазивать. Мы еще не закончили. Но сработали великолепно просто. Ну потому что это не какая-то Жанна или там какой-нибудь, не знаю, Джордж. Михаил Петрович, 47 лет. Блядь, все серьезно, понимаете? Тролики бегают. Я могу eat anything right now. Давай, наверное, поду... Хотя сил нет, куда подуспорюсь. Куда я подуспорюсь, сил-то нету. Что-то не потеряться в трех соснах в легкой ситуации. Вот тут сейчас, если не ошибаюсь, налево начинаются чурбанчики. Вон она застройка. И прямо здесь должна быть усадьбочка. Верно? Вот они, деревья эти прекрасные, плодовые. Яблочки растут. Ага. Все, все, не потеряюсь, вижу. Великолепно. Великолепно. Теперь просто верим в чудо, чтобы у нас хватило воды, еды, сил и наши руки. Отогревайся, мразь. Не мерзни. Я не могу ускориться, ты просто вырубишься нахер. Сама погода приятная была. А то могло, знаете, в этом мире могло и метель наступить, не сто ни всего. Просто для интереса. Видимо, мир решил, что как бы и так с горы стартовали волчьи. Так что, давай-ка не будем, наверное, уж совсем прикалываться. Усадьба от Радной Долины. Такие сладкие, сука, слова. В который раз вижу, каждый раз приятно. Да, 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 да. Все, обморожение забыто. О-о-о-о. Мы дома. Родной туалет. Слушайте, хата уже как будто реально моя, блин. Сейчас будем чиниться. Наверное, самый слабый заход на самолет у нас получился в этот раз. Прям настолько слабый. Ничего не получили мы с этого самолета. Какой-то пуховик всратый непонятный. Нужно пойти поспать сейчас часик. Как бы ночь наступит. Можно и больше поспать. А у нас, кстати, вода. У нас есть два литра воды. Тоже жилет. Просто наши красоты будут нам бить по здоровью, как бы, поэтому... Чтобы реально пойти лечь. Где это прекрасная кровать? Книжки и шите для начинающих. Куча занавесок. Сейчас будем все рвать, все ломать. Чтобы подчиниться. Так, ладно. Вайнера, для начала поспим. Потом буду все собирать, чтобы не путаться по 10 тысяч раз. Кровать здесь. Ну, эту комнату можно смотреть. Это наша, так сказать, опочивальня. Так, водичка. У нас там батончики еще прогнившие. Наверное, надо сразу их хавать. 33-процентные. Спасибо, что без болезни. Порадовало меня. Так, пусто. Силы пока еще есть. Пока еще не спим. Ну, я даже не знаю, пока что мы хотим. У нас еще одна куртка есть. Но найти вторую, наверное, хотелось бы. У нас в прошлый раз было две куртки. А нас они не спасли. А, сука, стаи волков. Так. Мне, видимо, эта комната нам все, что могла, все дала. Говорит, эта комната для прекрасной кровати. Да, да, да. Давай часик поспим. Сохранимся заодно в этом месте. Пальчики прохрустим. Водички бахнем. Так, наверное, пока нам позволяет время и видимость. Все-таки я пойду, сейчас осмотрюсь сразу. Пока что находки не радуют. Потому что их просто нету. Давай что-нибудь новое интересное. Реально, блин. Супер-мега носки. Который раз уже требую носки альпинистские, градусные. Просто они падают. Всякие куртки, блин. Хочу носки. Шерстяные носки. Жаловаться не буду. Это не спортивки. Это шерстяные. Это температура хорошая. Конечно, не альпинистские, не максимум того, что есть в игре. Ну, блядь, шу-шу. Неплохо. Так, ничего, ничего. Воду пока не собираем, наверное. Ну, я, скорее всего, действительно пойду таким полу-рашем. Знаете куда? В сторону реально телевышки. Там быстренько что-нибудь похапаем. Я еще о чем думаю о плохом плане. Но он меня так, сука, подкупает, этот плохой план. Пойти вот тем путем, на котором мы в прошлый раз сдохли. Но не выходить на территорию Блэк-Рока. А там просто переходные локации. Очень хорошие. К нему одна очень хорошая переходная локация. Может воспользоваться ее дарами и вернуться обратно. Так, ящик пустой. Нашли рубашку в клетку. Но, по-моему, это не та самая, которая крутая. Потрепанная клетчатая рубашка. Нет, если почнить ее, говно будет. Это не... Не великая рубашка дровосека. Так, здесь вроде бы все. У нас туалет был. Пошли вниз. Крекеры. О! Ну, хавка. В принципе, я не переживал по поводу хавки. Блин, все пустое какое-то. Аж неприятно. Ну, типа, давайте какую-нибудь херню. Ну, вот это не херня, это хорошо. Ну, давайте. То есть, когда не дают вообще, как бы... Ты такой... Как это совсем не дать? Какую-то мелочь. Можно же подарить. Верно? Хотя, по-моему, книжки тыкаю уже приятно становятся на душе. Так, потихонечку тьма овладевает этим местом. Бейсбольная кепка. Тарелочки. Три шкафа и все впустую. Ноль из трех. Это, конечно, это серьезная, блин, заявочка. Ну, может, конечно, будет гиперкомпенсация в Томпсоне или на вышках. Обычно лут, он же на локацию появляется случайным образом, да? Может, действительно, гиперкомпенсация будет в других местах. Пока что прям настолько плохо здесь. Меня просто обделили всем. А, тут мы, по-моему, просматривали все. Ага, вот она, баночка. А где знаменитый кленовый сироп? Который здесь всегда вроде был, а теперь его нет. Куда он делся? Дайте-то хотя бы кофе, что ли, для компенсации. Что, даже кофе не дадут? Ну, это ужас. Это ли не ужас? Это, это прям, это именно он. Нет, сам дом нас вообще не порадовал. Еще, конечно, есть подвал, но... Грустно. Так, что у нас тут быстренько? Полки, ящики. А, тоже две стиралки есть. Стиралка, сушилка, антисептик. Ну, давай, 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 стиралка, сушилка. Тут у нас есть всегда спички вроде как, да? В одном и том же месте. Нет? Я их, видимо, не вижу сейчас. Хотя я с собой факел не брал. Так. Поехали смотреть. Сорочка поношенная. О-о-о-о! Вот так, значит, да? Вот настолько. Ёп твою мать. Ну, поехали наверх. Тут темно стало. Факел нужен. Мужики, спать спокойно ложиться. Мужики, спать спокойно ложиться. Я хорс. Впервые сама, собственно говоря, нас усадьба не порадовала вообще. Вообще. Где все? Кто украл? Великолепие этого дома. С такой жопы стартовали, чтобы вот это получить? Эту оплеуху? Так. Что бы нам сейчас сделать? Ну, поспать это очевидно. В плане ремонта пуховички. Но у нас ничего пока лучше нету. Шапочка. А, нам чинить же, сука, нечем. Точно. Можем пока попорвать ткань. Но это сейчас потеря сил будет. Я нахер вырублюсь. Умру. Или не умру. Вот теперь я умираю. Все. Так. Еда, вода, еда, вода, еда, вода. Сразу заливаемся, наверное. Батончики жрем. Все эти плохие пока есть варианты. Давай, наверное, и крейкер сейчас бомбим сразу. Собачий корм, кстати, естся просто без разогревания, если не ошибаюсь. Да, его же надо греть. Сейчас часть потеряем, конечно, на еды, потому что без крышки этой. Открывашки открываем. Все. У нас осталось 27, значит, с Тимофеевки. И еще есть персики на подогрев. Плотных 6 часов хорошего. Добротного сна. Ух. Можно было, конечно, похиляться еще через березу. Но я что-то подумал о том, что у нас в жизни, в принципе, есть выше половины. Да, нормально. Все. Все вылечил. Все вылечил. Не доспал, кстати говоря. А уже пить захотелось. Вот так вот. Ну, воду пока не жалеем. Давай еще, наверное, часа 3. Я только половину силы восстановил. Меня прям сильно, видимо, рубило. Я прям натворил делов. Прошлым днем. Так. До сих пор еще ночи, как говорится, уходят. Силы четвертины не хватает. На мои походы, мне кажется, должно хватить. Может, сейчас пойти спуститься к камину. Камин разжечь. Сделать себе березку. Выпить. Баночку подтопить. Или лечь все-таки поспать дальше. Давай еще 2 часа посплю. Наберусь до силы по максимуму. Я не знаю, зачем я это делаю. Ну, поедем, что должен быть день. Типа светает. Так, занавески. Мне нужно очень много ткани. Вещи пополоманные. Повязок у нас, кстати, нету тоже. Ориентируемся по окошкам. Там у нас была кровать. Так, стоп. Это пустой шкаф. Это занавески, которые я уже сорвал, видимо. Это коридор. О, пока ломал, стало светлее. Мне бы сейчас с факелом спуститься вниз. Были для этого нужен костер первоначально. Но я там просто пропускаю много всего всегда без факела. В подвале я прям очень плохо работаю без факела. Вот, ничего не могу с этим поделать. Так, нет. Я не буду использовать березовую кору для таких целей. Сейчас сходим в подвальчик. Давай. Блядь. Кстати, последний труд остался. Больше нету. С Тимофеевки. Мы сейчас реально себе сделать березовую кору. Да, почему нет? Так, 26 минут добавить. Есть. Пока взять факел. Я быстро, я вернусь. Жди меня. Не тухни. У тебя там час с хером времени. О, вот и гвоздодер. Вот, я говорю, надо возвращаться всегда сюда с факелом. Пропускаю здесь всегда, сука. Вот и гвоздодер. Ну, в принципе, на Волчью гору можно реально после обхода идти. Все. То есть, теперь у нас план составлен. Сейчас вышка машины Томпсон и поехали обратно на эту локацию в поисках величайших, так сказать, тайн. Видимо, здесь спички всегда есть на месте, когда это стартовая локация. У нас стартовая локация была теперь Волчья гора, и она там у нас спички подарила в другом месте, в доме альпиниста. Вот как это работает. Это, видимо, спички выживания. То есть, тебе должны положить спички, одну пачку, иначе ты не выживешь никак. Ну, нет шансов. Без стартовой пачечки спичек. О, тащилка есть. Неплохо. Только нету ножика, как бы, но это уже второстепенные вещи. Ничего, 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 ничего. Здесь осмотрел все. Вроде как все. Не, ну я нашел гвоздодер, так что... О чем речь? Когда есть гвоздодер, все остальное уже, как бы, меркнет на фоне гвоздодера. Это теперь все машины, все тайники, все, как говорится, наше. Так, ты же еще горишь, брат. Где он? Звук есть. Каминчика нету. Так, добавить... Наш фонарик сюда. Великолепно. Персики предлагают нам приготовить. Водичку, наверное, делать нет смысла. У нас тут по сортирам запасы невероятные. Так. Береза. Сейчас полдень будет. Я, в принципе, успею. Мне кажется, сходить спокойно вообще. До вышки точно. Чуть час времени. Сейчас, наверное, так и сделаем. Слушайте. Сходим действительно на вышку сразу наверх. Там просто всегда у нас какой-то повышенный лут чего-то одного. Там то куртка, то не куртка, то что-нибудь еще. Там она обдаривает нас всегда какой-то приколюлей. С той стороны вышел. Хотела смотреть крыльцо. Находится вот здесь. В этот раз пустое. Не повезло. Так, ладно. Тогда на этом пока заканчиваем. В очередной раз заканчиваем в Долине Отрадной. Но старт был совсем другой. Причем мне прям старт понравился, честно говоря. Прям я бы сказал, мы выживали. И мы выжили. И это главное. Михаил Петрович, 47 лет. Можете пока с варианты истории понаписать, так сказать, комментарии. Но... Но я бы не хотел, чтобы история сейчас была, так сказать, такая, что она вела Михаила Петровича на Блэк-Рок. Мое пожелание. То есть, Волчья гора. Вернуться в Милтон, Топе. Раздобыть себе лук, нож, все что угодно. Но вот пойти сейчас ни с того ни с сего в Блэк-Рок я бы не хотел. Те стайные волки, я так понимаю, без лука от них не отбиться. Или без красных фаеров. Но посмотрим. По ходу дела разберемся. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем удачки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok